Гродинская область приходит у себя после непогоды. В вечере 19 червя по этой территории пройшел ураган. Шквалистым ветром валило древо и пошкодженный дах и домов не обошлось без отключения электроэнергии. Непогодь стала причиной трагедии в Зельвинском районе. У вынику падения древа недалеко везки Бережки загинула 40-нагодовая женщина. Порывы ветру до 25 метров за секунду – такого не было давно. Но больше за все досталось ажихарам Зельвинского района. Каб разумеет, на кольке все сруйозно и оценит силу ветра, достатково зернуть на гэтые кадры. Древы взломаны як запалки, с дому сорваны дахи, повалены платы. Непогодь нарабила немало бед. Ёсть загинулая. Как рассказал муж пострадавшей, вместе с семьей они приехали в лес для отдыха. Около 6 часов вечера поднялся сильный ветер, для того, чтобы не сорвало палатку, в которой находился ребенок, супружеская пара удерживала ее снаружи. В какой-то момент женщина отошла от палатки и попала под падающее дерево. Работники МЧС распилили поваленное дерево, извлекли пострадавшую, и до прибытия бригады скорой медицинской помощи оказывали ей реанимационные мероприятия. Однако успеха это не принесло. Медики констатировали смерть пострадавшей. Что пережили жахары Зельвинского района минулым вечером, як пошлася непогодь и об ее наступствах, рассказали мясцовые. Это надвижалось оттуда, с озера, от такие тучи, это было страшно. Мы сидели в доме, и мы вообще боялись просто двигаться. Слышим такой грохот, и не понимаем, что творится. Смотрим в окно, мы не видим через окно ничего. Уже потом посветлело. Видим, у нас полетела наша крыша. И все, вышли на улицу, фронтона нету, стропил половину нету, ничего нету, заборов нету. Минут 10, не больше. Все, это страшно было, что творилось. И я подскочила, такая молния, что меня аж подкинула вверх. Как не убила, я не знаю. Я спряталась уже домой, и все. И в эту минуту все, пошло-то торнадо такое страшное, страшное. Это невыносимо было. Чтобы человек был на улице, то меня, наверное, не знаю, куда бы. На слоне, на Волководске зависело бы. Все куда-то летело, шумело, стучало, грукало, все. Мы стали плакать. Вижу столб. Этого столба нету, этого нету, крыши нету. Все летело. Отсюда вот полетело к соседскому забору. Все, забор поломало. Там ему теплицу поломало. Все на свете. Я не знаю, что-то творилось, а люди добрые. Усе экстренные службы выехали на место разгулу стихии по первым звонкам. И зараз тут протягивая працаваць штаб по ликвидации наступствов надзвычайной ситуации. Сейчас работают здесь порядка 30 человек для оценки ущерба. Работают более-более 60 человек на устранении последствий непосредственно уже во дворах, в домовладениях. Мы привлечены четыре строительных организации для того, чтобы вот такие крыши, которые мы видим, чтобы максимально быстро их привести в порядок, для того, чтобы людей не заливало. В шести утра уже работает комиссия Белого страха для того, чтобы тоже не оттягивать, а оформлять все акты и заключать договоры. В этой деревне более 32 домовладений пострадало. Всего по району около сотни. Плюс объекты агропромышленного комплекса более десятка. Ну и, конечно же, школа, в доме, которую нужно будет восстановить до первого сентября. Наступствами ураганного ветру, что произошелся по Грозненшине у вечера 19 червня, стали по шкоджине даха у 47 приватных жилых домов и 23 будинков у шести населенных пунктах Зельвенского и Слонимского районов. Подразделения МНС 46 разов оказывали допомогу у распиловцы и уборцы поваленных и аварийных древ с приватных подворков, автомобилей, проездной частки и чугуночных полотнам. Поведомления о поваленных древах не излечить. Только у Зельвенском районе поклало 60 гектаров лесу. После прошедших ураганов ветров на территории Зельвенского лесничества, Слонимского лесоза, были повреждены лесные мотивы порядка 60 гектаров, сбросных санитарных трубок, а также выборочных санитарных трубок. По состоянию на вчерашний вечер были привлечены 30 человек, работающих с бензомоторными гилами, для расчистки подвесных путей, автомобильных дорог, для помощи в устранении поваленных деревьев на линии электропередач, а также в деревни-бережки для уборки опасных, не высающих деревьев. По состоянию на сегодняшний день продолжается расчистка линий электропередач, оказывается пассивная помощь пальчиками нашего госпоза для устранения и оперативного включения линий электропередач и запуска электроэнергии в деревню-бережки. Энергетики повеличили колькость аварийных брыгат замоцных о ветру. Перобои с электричностью возникли у 73 населенных пунктах. Работы по подключению спожилцов протягиваются. Специалисты просят не подыходить до оборванных проводов и одразу же поведомлять про надзвучайное здарение. У выротовальников свои парады, как не пахать, не заспело Знянацку. Если вы видите, что надвигается гроза с усилением ветра, плотно закройте окна и двери. Со дворов, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут причинить ущерб вашему жилищу. Машину припаркуйте в гараж или поставьте подальше от деревьев либо слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите стороной шаткие строения, деревья, линии электропередач. Воздержитесь от длительных поездок на автомобиле и по возможности останьтесь дома. В случае необходимости оказания помощи вызывайте спасателей по номерам 101 или 112. МНС так само настойливо рекомендует при наступных попереджениях об узмацнении ветру по махчимости побыть дома. Так беспечней, коли не триматься далей от дерев и инших высоких и потенциально небеспечных конструкций.